Если говорить об общих рекомендациях по подготовке к единому экзамену по русскому языку, то следует отметить, что первым условием для того, чтобы успешно выполнить экзаменационную работу по русскому языку, это необходимость измерить свои силы, понять, насколько ты владеешь, я имею в виду выпускника, тем материалом, который будет предложен на едином государственном экзамене. И в этом смысле, безусловно, следует обратиться к демонстрационному варианту единого государственного экзамена, который опубликован на сайте ФИПИ. Следует посмотреть, кроме этого, спецификацию экзаменационной работы единого государственного экзамена и кодификатор проверяемых элементов содержания. Важнейшим документом среди этих трех документов является, конечно, спецификация. Они все важны, но спецификация занимает особое место. Вы узнаете о структуре работы и спецификации. Вы узнаете о времени, которое необходимо для того, чтобы выполнить экзаменационную работу. Узнаете об оценивании отдельных заданий. Узнаете о том, как будет проверяться экзаменационная работа, которую вы выполнили непосредственно на экзамене. Демонстрационный вариант позволит дать вам общее представление о едином государственном экзамене по русскому языку, о той работе, которую вам предстоит выполнить. Поэтому нужно очень внимательно отнестись к тому, как вы выполните эту работу, как вы решите демонстрационный вариант. И, безусловно, пробелы какие-то в ваших знаниях, они проявятся уже здесь, уже на первом этапе, уже на том этапе, когда вы будете решать демонстрационный вариант экзаменационной работы единого государственного экзамена по русскому языку. Затем, после этого, следует, безусловно, обратиться к тем материалам, которые есть в открытом доступе. Но здесь я хочу предупредить наших выпускников о том, что все-таки материалы в открытом доступе бывают самого различного качества. И здесь следует ориентироваться на те материалы, которые идут с грифом Федерального института педагогических измерений. Это непосредственно открытый сегмент. Ссылка на этот открытый сегмент банка заданий опубликована на сайте Федерального института педагогических измерений. Это те пособия, которые выходят в различных издательствах, но которые имеют гриф Федерального института педагогических измерений. Попробуйте решить эти задания. И после этого у вас уже сложится чёткое представление о том, где вам нужно, какой из участков ваших знаний, в целом по русскому языку, особенно уязвим. Какие темы вам нужно повторить и на каких темах нужно особо остановиться. И после этого, когда вы уже непосредственно будете работать с материалами, подобными тем материалам, которые будут найдены в государственном экзамене, обратите внимание на то, что у вас получается хуже. Для этого не надо решать 200-500 тестов. Если у вас получается конкретное задание по конкретной теме, отложите их до лучших времён и решайте то, что у вас не получается. Не тратите время, а зря делайте то, что действительно требует дополнительных усилий. То, что когда-то вы пропустили в школе, то, что когда-то не было выучено до конца. При этом хочется, кстати, сказать о школьной подготовке. Дело в том, что нельзя, не изучая предмет в школе, прекрасно сдать экзамен. Для этого надо изучать русский язык в течение всех школьных лет. Но сделать что-нибудь даже в этой ситуации, конечно, возможно. Единый государственный экзамен не предполагает никаких элементов, никаких содержательных элементов, никаких тем, которые бы выходили за рамки школьного предмета. Русский язык. Единый экзамен проверяет то, чему вы учились в школе. То, что изучено, то, что хорошо знакомо. Но и в этой ситуации очень бы хотелось обратить внимание еще на последний пункт. Если мы говорим об общей подготовке к единому государственному экзамену по русскому языку, хотелось бы обратить внимание на то, чтобы вы, уважаемые выпускники, прислушивались к мнению вашего школьного учителя, который, безусловно, вам даст рекомендации по подготовке к единому экзамену, и прислушивались к тем вопросам и тем рекомендациям, которые дают вам ваши родители. Потому что это люди, заинтересованные в том, чтобы вы успешно сдали единый государственный экзамен. И самое главное, в общей подготовке к единому государственному экзамену по русскому языку. Помните, что экзамен – это экзамен ваш. Следовательно, очень многое будет зависеть от тех усилий, которые прикладываете вы непосредственно к сдаче экзамена. Поэтому здесь нужно обобщение, систематизация, как к любому экзамену, к которому вы готовитесь, скажем, школьному, промежуточному и так далее. Обобщение, систематизация знаний. Здесь необходимо, еще раз повторяю, начало четко понимать, какие проблемы в знаниях по предмету у вас существуют. И тогда, безусловно, начинать уже работу. Единый государственный экзамен по русскому языку относится к тем экзаменам, которые достаточно стабилен. Тем не менее, каждый год в экзаменационной работе происходят какие-то изменения. Это естественно, потому что язык развивается, потому что экзамен – это живое, развивающееся, если можно сказать, существо. Поэтому изменения в едином государственном экзамене, конечно, есть, по сравнению с прошлыми годами сдачи этого экзамена. Тем не менее, структура экзаменационного теста, экзаменационная работа остается относительно стабильной, как я уже об этом и говорила. Экзаменационная работа по русскому языку состоит из 30 заданий с выбором ответа, 8 заданий с кратким ответом и 1 заданий с развернутым ответом. Задания с 1 по 30 – это задания, которые требуют выбора ответа на уже из 4 предложенных. Задания с кратким ответом – это задания, когда ответ на вопрос следует записать или словами, или цифрами. И, наконец, задания с развернутым ответом – это непосредственно сочинение рассуждения, рассуждения, которые должен написать экзаменуемый по тексту, который он прочитал непосредственно на экзамене, по тексту незнакомому для него, то есть это текст здесь и сейчас. Вот именно поэтому текст экзаменуемый пишет третью часть экзаменационного теста. Если говорить о стандарте, то экзаменационная работа по русскому языку проверяет лингвистическую, языковую и коммуникативную компетенции. И специалисты учителя знают об этом, знают о том, как строятся контрольно-измерительные материалы. Я думаю, что уже к этому периоду времени наши выпускники знают, как строятся контрольно-измерительные материалы. Специфика выполнения заданий заключается не только в форме ответа – здесь выбрать, здесь записать, а здесь написать сочинение в третьей части. Специфика экзаменационных заданий еще и заключена в том, что проверяется непосредственно в этих тестах – в первой части, во второй и в третьей. Обратите внимание, что на Едином государственном экзамене экзаменуемый работает с пятью текстами. Это текст с составными заданиями, задания А7, А12. Это небольшой текст из трех предложений, задания А27. это большой текст 400-450 слов для чтения, это текст рецензии задания Б8, и, наконец, это текст непосредственно ученическое изложение, которое экзаменуем, пишет сам. То есть ученик работает с текстом, ученик работает с материалом, который дан непосредственно в ответах заданий части А, это слова, предложения, части предложений, и непосредственно работает с отобранным языковым материалом, языковым материалом, незнакомым для него. Но, еще раз повторяю, все задания находятся в рамках школьной программы, и поэтому успешность их выполнения, вне зависимости от части работы, первой, второй или третьей, зависит от того, насколько выпускник подготовлен к Единому государственному экзамену. Я уже говорила о том, что экзаменационный тест по русскому языку претерпевает изменения каждый год, хотя, в принципе, остается стабильным. В этом году, обратите внимание, уважаемые выпускники, изменились критерии оценивания к сочинению рассуждению по прочитанному тексту. Это касается К2, второго критерия, комментарии исходной проблемы прочитанного текста. И изменения эти касаются непосредственно того, как экзаменуемый комментирует проблему. Если экзаменуемый прокомментировал проблему с опорой на исходный текст, он получает 2 балла, и фактических ошибок при этом нет. Если экзаменуемый прокомментировал проблему, он допустил фактическую ошибку, при этом проблема прокомментирована с опорой на исходный текст, такая работа оценивается одним баллом по этому критерию. Но если экзаменуемый во время комментариев не опирался на исходный текст, а дал какую-то актуальность, например, проблемы, при этом не привлекая текста, который он читал, не привлекая материалы этого текста, он получает 0 балла. Поэтому следует особое внимание обратить на этот критерий, на критерий К2, и непосредственно подготовки к выполнению экзаменационного теста, подготовки к единому государственному экзамену по русскому языку, обязательно надо обратить на это внимание. Хочется отметить, что никакое дополнительное оборудование на экзамене по русскому языку не используется. При этом я обращаю внимание наших выпускников на следующее. На сайте Федерального института педагогических измерений в ноябре месяце уже опубликованы материалы, которые исчерпывающие показывают круг тех слов, круг тех пар слов, которые будут использованы в задании А1 и в задании А2. Я говорю сейчас об известных нашим выпускникам словариках, орфоэпическом словарике и словарике паронимом. То есть, иными словами, мы учли всю сложность, ситуацию, связанную с ударением, с орфоэпическими нормами в русском языке. Мы понимаем, что есть не один словарь для трактовки подобных явлений, и поэтому мы постоянно устаревают какие-то вещи, постоянно изменяются ударения, изменяются формы в русском языке. И порой даже учитель не успевает за этим, учебники не успевают. И мы взяли на себя труд, мы отобрали устойчивые формы. Это орфоэпия, еще раз повторяю, орфоэпический словник, он будет размещен на сайте ФИПИ. И это паронимы, слова паронимы, пары паронимов, которые будут необходимы выпускнику для того, чтобы подготовиться к успешной сдаче задания А2. Это те материалы, которые, в принципе, корректируются каждый год, учителя знают об этом. И в этом году впервые вышел словник паронимов, орфоэпический словник уже выходит несколько лет. И мы думаем, что выпускникам эти материалы помогут в их работе для успешной сдачи экзаменационного теста. Что касается пакета индивидуального, который получит ребенок на экзамене, этот пакет, безусловно, будет включать сами контрольно-измерительные материалы, саму экзаменационную работу, бланк ответов номер один, так называемый, бланк ответов номер два и дополнительные бланки для решений черновиков. Я хочу специально обратить ваше внимание, уважаемые выпускники, на то, что дополнительные бланки есть. Если вам не хватит бумаги, вы можете попросить у организаторов в аудитории. Как вы понимаете, не зря даются дополнительные бланки. Потому что далее я буду говорить о том, что при выполнении третьей части экзаменационной работы обязательно пользуйтесь черновиками. И вот как раз вот эти записи черновые вы можете сделать на дополнительных бланках. Сам КИМ, экзаменационный материал, экзаменационный тест, экзаменационная работа, тут синонимы контекстные можно подобрать, любые. Сами эти контрольно-измерительные материалы являются теми материалами, которые помогут вам решить тест. То есть там можно подчеркивать грамматические основы, выделять гласные, выделять в тексте какие-то элементы текста, абзацы, слова, все, что вам необходимо выполнить для того, чтобы вы успешно сдали единый государственный экзамен, вы все можете выполнить на контрольно-измерительных материалах, вот на тех КИМах, которые вам будут предоставлены. То есть, иными словами, в качестве черновика для части первой и второй работы можно, и даже написание третьей, можно использовать непосредственно тот КИМ, ту экзаменационную работу, которая будет специально для вас подготовлена разработчиками Федерального института педагогических измерений. Федерального института педагогических измерений. Федерального института педагогических измерений. Федерального института педагогических измерений.